Приветствую! Можно ли человека лишить того права, которого у него нет? Да, можно! И тому подтверждение решения Верховного Суда. Конечно, вы скажете, да, как такое вообще возможно? Сейчас мы с этим вопросом и разберемся. Ссылочку на само решение Верховного Суда я оставлю в описании к видео, ну а здесь поведаю краткий его смысл. Итак, какая была ситуация? Человек, управляя автомобилем, сбивает другого человека и, к сожалению, тот человек, которого сбили, умирает. Суды, первая инстанция, вторая инстанция, признает водителя виновным, привлекают его к уголовной ответственности по части 2 статьи 286. И вот тут начинается самое интересное. Давайте посмотрим эту статью. Данная статья предполагает уголовную ответственность за порушение правил безпеки дорожнего руху або эксплуатации транспорта особою, яка керует транспортным засобом, и, если мы подивимемся другую часть, если они причинили смерть потерпелого або заподили тяжкое телесное ушкоджение. То есть, если человек нарушил правила безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспортного средства, и повлекло это за собой смерть потерпевшего. То, что у нас и произошло. И вот давайте посмотрим, какое же наказание здесь. И вот здесь нам нужно обратить внимание на следующее, что санкция этой статьи предполагает два вида наказания. Лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и лишение права управлять транспортными средствами. И что же произошло в этой ситуации? А в этой ситуации суд назначил наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Ну, то есть, вот условный приговор, да, то, что мы называем. Но не назначил наказание в виде лишения права управлять транспортным средством. И почему он это не сделал? Потому что у человека, который был за рулем, не было вообще права на управление транспортным средством. То есть, он никогда в жизни не получал водительское удостоверение и, соответственно, не имел вообще права находиться за рулем. И суд посчитал, что поскольку у человека это право не оформлено, да, то есть, он не сдал экзамен, не получил водительское удостоверение, то и лишить этого права мы не можем. Но, когда дело дошло до Верховного суда, суд Верховный посчитал иначе. И логика здесь следующая. Суд сказал, что несмотря на то, что человек не имеет надлежащим образом оформленного права на управление транспортным средством, то есть, он не имеет водительского удостоверения, то все равно в данной ситуации его можно лишить этого права. Можно применить наказание в виде лишения права управлять. И логика какая? Почему можно лишить? Потому что, если мы, вот вдумайтесь, в этой ситуации дали человеку два года условно, а это значит, что он находится на свободе, это значит, что он уже завтра может пойти сдать на права, получить удостоверение соответствующее и ездить на законных основаниях. И это при том, что он находится на испытательном сроке. Конечно же, логики в этом нет. Да, тем более, что было совершено тяжкое преступление. То есть, человек причинил смерть другому человеку. И, конечно же, здесь нужно применять максимально возможное наказание, да, и задействовать все виды наказаний. И, исходя из этого, суд и сказал, все равно нужно лишить права, даже несмотря на то, что у него не было водительского удостоверения, и он не имел вообще права управлять транспортным средством. Вот такие казусы есть в юридической науке и в юридической практике. Хотя, может быть, и слово «казус» здесь не очень употребимо, потому что, в принципе, да, глобально каждый из нас имеет право управлять транспортным средством. Но вопрос, конечно же, идет по реализации этого права, поскольку для того, чтобы это право реализовать, мы должны пройти курсы, мы должны сдать экзамены и, соответственно, в конечном счете получить водительское удостоверение, которое будет подтверждать вот это наше право. И здесь, даже с точки зрения теории права, суд, в принципе, принял достаточно продуманное, обоснованное решение, которое, в принципе, ну вот с теоретической точки зрения, на мой взгляд, правильное. Ну и с практической точки зрения оно тоже правильное, поскольку людей, которые склонны к совершению таких ДТП, да, мы должны ограничивать праве управления. Конечно, я прекрасно понимаю, что многие из вас сейчас напишут, что, ну, если человек уже один раз управлял автомобилем без прав, да, то он, скорее всего, и второй раз может сесть. И вот это дополнительное наказание для него, оно вообще ни на что не влияет. Влияет, потому что, если вдруг он это совершит, сядет за руль, да, то в дальнейшем, совершив еще одно преступление, будучи водителем, да, то вот это все будет уже рассматриваться в суде, как те обстоятельства, которые безусловно приведут к тому, что приговор он получит уже не условный, уже не по низшей границе, а, скорее всего, получит уже приговор близкий к максимальному. Поэтому все это имеет, безусловно, значение. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Информации в нем больше, появляется она оперативнее, чем на ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. А я напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.